Я как-то не умею использовать людей. Вы не умеете использовать людей? Да, не умею. В основном вокруг меня очень много влиятельных персон, которые могли бы изменить мою творческую жизнь в лучшую сторону. Последние несколько лет публика знает Прохора Шаляпина как героя скандальных хроник и телевизионных ток-шоу. А почему в шоу-бизнесе вас часто называют, простите, альфонсом? Я себя альфонсом не считаю, потому что если бы я был настоящим альфонсом, классическим, как это положено, то я бы весь этот курятник на телевидении бы не таскал за собой. Я бы себе альфонсировал бы там красивенько, клипы бы снимал на красивых машинах, бы разъезжал. У нас половина эстрады, как бы, проститутки и альфонсы, но я к этому отношусь с уважением. Они выходят на сцену, поют, изображают из себя святых, таких правильных, все сами. Откуда ты сам можешь купить себе квартиру за 50 миллионов? Откуда ты сам можешь купить себе за 20 миллионов машину? Бизнес-класса, крутую. Как заработать? Я не знаю, больше вам скажу, я не отказался бы побыть альфонсом. Если бы мне кто-то что-то подарил бы, дал, сделал бы для меня, наверное, я бы не отказался. Почему ваша спутница всегда пожилые женщины? Ой, я не знаю. Как-то мне проще, что ли, с девушками постарше. Вот Аллочка, ей вообще сейчас уже 75. Это моя самая первая подруга, которая мне помогала в жизни, и наставником моим была. Вот такая вот бывает жизнь. Это смешно, но... А почему нет? Зато смотрите, сколько шуток. Сколько обо мне Иван Ургант шутил, сколько обо мне в комедий-клаб шутили. Ну и хорошо же, пусть шутят. Я к этому отношусь, юмор, меня это не ранит совершенно. Единственное, конечно, приезжаешь на концерты, бывает так, что подходят кадриться к тебе женщине из-за 80. Я удивился один раз, прихожу в зал, подходит ко мне, еле на ногах стоит, совсем уже в возрасте, и говорит, Прохор, ты со своей бабкой что, развелся, что ли? Я говорю, с какой бабкой? Ну, с этой Копейкиной. Я говорю, так она не бабка, как бы. Она женщина чуть-чуть бальзаковского возраста. Дошло до того, что сейчас на концертах ко мне реально женщины за 80, многие подходят с надеждой, с огоньком в глазах. И я ездил выступать в Дом престарелых, и там, вы знаете, я пришел как на конкурс красоты. Они все нарядились, все в своих лучших украшениях, которые были, накрасили волосы, лицо. Выхожу и думаю, боже мой, куда я попал? Это в дом престарелых или конкурс красоты. Я возьму ее с тобой, молодой своей женой. Прохор Шаляпин среднего возраста. Поет, пляшет и заявляет, что все сплетни, интриги, публичные скандалы и романы не более, чем срежиссированные шоу для публики. Сам себе режиссер. Жить-то на что-то надо? Обо мне как бы входит этот какой-то миф. Но я сам его создал, к сожалению, немножко заиграл в свой шоу-бизнес, когда попал в него, немножко все эти блестки мне свели с ума. У Мазков вообще не было. Я приехал из Долгограда, никто мне ничего не советовал. Какое-то воспитание ребенку надо, понимаете, дать. Какие-то мозги вложить, какие-то ориентиры. Отец там с 9 лет, понятно, в тюрьме там, да, ну, какие-то ориентиры. Особо и поговорить-то было не с кем в детстве. Я говорю, мам, тебя вот вызывают к директору. Она так лежит, там что-то у нее голова болит, она придешь к этому директору и скажи, да пошла ты. Ну, такие советы мне мама давала. Вы знаете, хватки нет вот этой вот, на все стулья одной попы сесть, вот как у нас наши суперзвезды иногда, да, вцепиться зубами. У меня этого нет. У меня вот такая русская авось такой. Ах, как Ваня, дурачок, так на печке полежать. Да само, Емеля, Емеля, да, так само, все приготовится, все сделается, все само, сами пригласят, понимаете, вот это вот я. Я очень много профукал в своей жизни, потому что вот эта гордыня, которая иногда, да и я, самый талантливый, самый великий, это гордыня обыкновенная. Это не сила и не ум, это просто тупость, глупость. Ну и сиди себе там дальше. Прихожу к этому, что с возрастом шишек набил. Я как-то не умею использовать людей. Вы не умеете использовать людей? В основном вокруг меня очень много влиятельных персон, которые могли бы изменить мою творческую жизнь в лучшую сторону, да. Но я не умею пользоваться этим, поэтому... А нам, творческим людям, тяжело. Ну как, смотрите, ведь тот же упомянутый у нас в начале разговора Иосиф Пригожин в свое время там, я насколько понимаю, вам помог. Иосиф Пригожин вселил в меня веру в свое время с Виктором Дробышем. Я очень благодарен, у нас с Иосифом был недавно небольшой конфликт, но я могу сказать, что... Это после того эфира, когда прозвучало, что не очень красиво, и когда вы насчет Валерии прошли, что она вышла за Пригожина не просто так. Это после этого, да? Нет, я вообще как бы стараюсь сейчас с возрастом не комментировать личную жизнь других людей, потому что никогда не знаешь, что там на самом деле в огороде, и в чужом, и как они платят перед Богом, перед самими собой за всю вот эту красоту в экране. Поэтому я никогда не... То есть я знаю, как это все чуть-чуть уже с этой стороны, поэтому... Ну я просто могу сказать, что это творческие люди все, и Иосиф тоже творческий. Я ему отчасти... Он мне ничем не помог. Как он вам подсказал взять псевдоним Шаляпина? Я так понимаю, что это его идея-то была. Нет? Ну не то, что его идея, но отчасти там просто мы консилиум собрали, Виктор Дробыш, Иосиф Пригожин. Нет, эти люди отошли в сторону в моей жизни, как бы. И ничего, по большому счету, для меня Иосиф Пригожин не сделал. Виктор Дробыш сделал то, что он взял меня на фабрику, поверил, протолкнул. Как бы, действительно, я ему очень за это благодарен, но... В общем-то, все. Хорошо. А вот, ну, Шаляпин, ну там, это понятная совершенно история. Кстати, меня, в отличие от многих там ваших оппонентов, это совершенно там не удивляет, потому что у нас есть пример американки итальянского происхождения, которую вообще себя Мадонной назвала, и, в общем, ей это не помешало никак сделать карьеру. Я вам могу сказать, открыть небольшую тайну, что мне не помогло это особо. Ну как, фамилия Шаляпин, кроме скандальных... У нас же общество какое? У нас же не умеют относиться с юмором. Добрый день, друзья. Половина эфиров моей программы «Правда-24», которая выходила на канале «Москва-24» с 2012 года, прошла с кошками. Я приютских животных пристраивал во время эфира. То есть я старался их как-то разрекламировать, и наша команда отвечала на звонки во время эфиров. Это вот чаще всего были прямые эфиры. И достаточно часто животные находили своих хозяев. Ну, то есть новых, конечно, хозяев имеется в виду. Технически это всегда было сложно. Ну, за животным надо как-то следить. Они стрессируют, конечно, всегда, даже когда это не видно. То есть летит шерсть, попадает в ноздри, в глаза, в кофе. По время разговора, одного из разговоров с Романом Бегчуком, Майкун там налил лужу. Кот, помню, какой-то, который чувствовал явно так недоброжелательность моего визави, тогда был Кирилл Серебренников. Просто кучу он лажил. Мне прямо на колени. То есть сразу упала его, ну, условно говоря, стоимость. То есть его сложив, естественно, пристроить после такого казуса. Животное могло убежать. Я очень признателен, Аниси такой, которая ловила котейку в студии, потому что там масса таких мест, куда животное забьется, его просто там не найдешь ни за что. Очень я любил, когда брали на руки мои собеседники и животные. Ну, во-первых, это с меня снимало часть ответственности. Во-вторых, вот повышало, опять же, условно говоря, стоимость самого животного. Ну, его там звезда потискала, подержала. Пристроить было легче. До сих пор этот проект вспоминаю с ностальгией. Почему? Ну, потому что было ощущение, что от какого-то журналистского трепа есть конкретная польза. Все-таки находим котейкам хозяев. Может, еще когда-нибудь вернемся к этому проекту. Я как-то не умею. Я не умею использовать людей. Вы не умеете использовать людей. В основном вокруг меня очень много влиятельных персон, которые могли бы изменить мою творческую жизнь в лучшую сторону. Прохор, тебя можно увидеть в метро на общественном транспорте? У меня есть машина, у меня есть инвалидный значок на этой машине. Я честно скажу. В каком смысле? Мама оформила, даже не спросила меня. Говорит, я тебе этот... Врешь! Нет, я мало того его купил. Оказывается, можно было не вешать, а я повесил. На инвалида можно оформить одну машину. Можно возить инвалида. Я маму подала через госуслуги, чтобы у меня у мамы инвалидность. Она подала через госуслуги. Подожди, а можешь ли ездить на машине инвалида, будучи неинвалидом? Да, можно. Я могу, но дело в том, что в моем районе у меня резидентская. То есть я во всем Даниловском районе могу ставить во всем районе. Я и на парковке экономлю, я экономлю на общественном транспорте. Потому что на такси я редко езжу, и не только из-за того, что я экономлю деньги, хотя и это, я боюсь еще ездить в такси, потому что эти водители бесконечно у меня начинают трястись руки. То есть он сидит, разговаривает, там, что-то все время смотрит. Вот поэтому эконом-клаза не езжу вообще никогда. И мне страшно. То есть я реально, я даже к вам, вот вы даете машину, да, я езжу к вам не на такси, а на метро, а уже там у заправки меня забирают машины, чтобы минимум вообще проехать на машине. Прохор, сколько стоит поездка в метро? У меня на год. 19 500. Я сейчас, как сейчас помню. В год безлимитный кататься на метро? И весь год ты можешь сколько угодно на всех видах транспорта. А, это на все виды транспорта. И я езжу, конечно, меня никто не узнает, потому что я одеваю маску, купюшон, и очень себя прекрасно чувствую. Ну и тоже люблю ходить, как Ира, в расстояние, потому что по Москве очень удобно гулять. Поэтому, знаете, меня удивляет, как некоторые артисты, звезды, коллеги. Ты что, ездишь на метро? Я знаю людей, у которых дорогущие миллиардеры. Они ездят на метро. Понимаете? То есть метро – это роскошь города. Это не признак того, что ты там бедный или у тебя. Вот у меня есть машина, я стараюсь ездить все равно на метро. У меня подруга Светлана Афанасьевна Светличная, вот она во всей красе любит зайти в метро. Вот она заходит, она крошенная там, шикарная, в мини заходит. Один мужчина к ней подходит, там, сунул деньги ей. Говорит, я видел программу, как вам тяжело живется, и дал ей 10 тысяч рублей просто в метро. Один раз сидит она во всей красе, вот эти, где по три сидения, сидит напротив супружеская пара. И, значит, женщина достает блокнот, начинает что-то писать. Она смотрит на нее, что-то пишет, записку какую-то пишет, наверное, какая там шикарная, там еще что-то. Так тихонечко и передает эту записку. А она в мини сидит, Светлана Афанасьевна, во всей красе, пишет, спрячь свои оголенные ноги, старая. Она говорит, я все равно, я чуть не заплакала, просто так, это обидно. Ну, то есть люди разные в метро. Я предпочитаю, чтобы меня никто не узнавал. Я как-то не умею использовать людей. Вы не умеете использовать людей. В основном вокруг меня очень много влиятельных персон, которые могли бы изменить мою творческую жизнь в лучшую сторону. На даче. Приехал к своей бабушке на дачу, и посмотрите, какая красота. Малинка. Картошка. Сыроежки и маслята, грузди, рыжики, опята, и лисички, и волнушки, и зеленые краснушки, неказистые сморчки, старички-боровички, земляника, ежевика, и черника, и брусника, и калина, и малина, ягод, 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 ягода лесная.